время факты 35 8 я после чахах били отрабатываем чахах били 35 8 нормально упражнения не выполняю не наклоняюсь а нет но пробежка такой хороший темп у меня скорее сегодня у меня даже не спортивная ходьба а труса у меня хорошая не так хочется сейчас мне так хочется вот я вам показываю обстановочку вечером но гуляющая публика есть там подстилочки немножко с детками бадминтон даже видела вот так вот на лужайке собачками люди на травке вот показываю вам показываю гуляющая публика ой хорошо люди сейчас так спокойно умиротворение просто забываешься забываешься ой как хочется забываться забыться вернее вот собачками ох собачек сколько красивенькие такие все умняшки 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 ну хорошо я пошла на обгон всех-всех-всех ой медленно ходить я так не буду никогда завершу это ж приду домой никакая нужно будет ложиться ноги затрать потолку если медленно буду идти затасканной приду не не люблю так ну хорошо на улечке да все прячу телефончик ну вот время скоро восемь к восьми буду дома да да матерс да да это матерс такая рыбешка норвежская мне захотелось с утра форшмак таня смотайся в магазинчик там точно будет акция я был уверен я куплю матерс по акции 149 гривен так вообще 180 по акции 149 гривен ну заодно захотела бачки чтобы в бюлете набрать воды с пустой тарой с пустыми бачками я иду магазинчик у меня по домам точно матерс есть по акции покупаю четыре рыбешки такие две положила морозильную камеру а две пойдет на форшмак значит сейчас отрезаю хвостики ну как обычно хребет достаю пленочку снимаю и сверху и снизу в животике и на спинке режу на кусочки будут чистые беленькие кусочки красивые у меня кстати даже молочко еще есть тоже использую на блендер сначала пропускаю луковичку средняя луковица довольно крупная половинка у меня два яйца отварила и сливочное масло кстати домашнее сливочное масло ухты будет вкусно правда на жарной хлеб или на мои хлебцы которые выпекала супер будет даже не на маска накладка ну то есть готовлю форшмак потом положу в раритетный судочек свой у меня будет блюдо еврейской кухни вкуснотища и и польза ж какая вот эта рыбка не мокрая это она жирная такая ох и вкусная сковородку сбрызнула маслом растительным и положила кабачки конечно без кляра без яиц без муки даже не посолила ну если нужно можно посолить в конце отличное время отличное время для еды кстати сегодня даже кусочка сыра не села ни одну маслинку не села но я пила кофе с молочком 3 чашки не хотелось не хотелось очень даже нормально не хочется не ешь я вчера приготовила форшмак я показала всем короткое видео шорс у меня было я показала форшмак на масочку накладочку можно использовать хлебцы которые мы выпекаем да любые хлебцы можно использовать принципе и покупные тоже хлебцы можно использовать кстати взяла коробочку показываю у меня и покупные всегда хлебцы есть жить не ржаные есть всегда как скорая помощь мало что есть значит хлеб у меня тоже есть в морозильной камере но я не ем каждый день хлеб и советую кто хочет похудеть кто конкретно хочет похудеть не тот кто удерживает вес а кто худеет каждый день хлебцы хлеб не ешьте ну раз в три дня можете позволить себе это смотрите чтобы вы не переели но приблизительно хороший хлеб 50 грамм плюс минус вот так 50 грамм так у меня сегодня конечно хлеба нету однозначно да мне не хочется не хочется я как бы отвыкла уже это привычка меняйте свой рацион свой стиль питания и привыкайте к новому стилю своего питания делайте стиль для себя значит форшмак у меня сегодня да значит у меня сегодня нет начну наверное за яиц яйца и отварила яйца у меня в смяточку смотрите специально вам показываю срезала яйцо да показываю я никогда не переварю яйцо если переварю ох я злая ох я злая я считаю значит водичка закипает и я считаю до 120 все и потом красиво получается да красиво будем есть значит ну понятное дело очень полезный продукт отварное яйцо да и жареное тоже полезно белок это лучшая форма белка это чистый белок белок яйца и желточек обязательно должен быть желтки не выкидываем а едим холин лицетин это текучесть нашей желчи все витамины и витамин стероидный гормон это желточек люди желточек обязательно яйца желтками варим красиво желточки должны быть такие легкие смяточку сварены так значит мне захотелось кабачок это не значит что я его весь съем нет я даже не солила его смотрите какой он замечательный просто замечательный кабачок у меня форшмат поэтому я не солила с ледочка так чувствуется соль поэтому я не солила кабачки можно подсолить пожалуйста можно украсить домашним майонезиком так понемножку по капочке можно можно соус вкусный можно можно кто-то делать домашний соус кстати хотела делать кемали на днях сделают кемали так что дальше идем сюда во форшмак как я оформила сегодня смотрите хлеб у меня хлеба не будет сегодня нет хлебцом не будет у меня нет вот пожалуйста лодочки альтернатива хлеба у меня перчик правда красиво на огурчик тоже на тоже можно положить можно можно классно можно взять лодочки яйца тоже можно оформить да как фаршированные яйца будут ну что-то можно придумать кому как хочется ну вот такое исполнение у меня сегодня я нафаршировала будем считать так перчик форшмаком я только напомню я вчера рассказала видео да о пользе селедки люди полезнейший продукт даже 100 грамм не съедаем седаем 80 85 грамм селедки это 20 грамм белка если куриная грудка 100 грамм куриной грудки это 20 грамм белка 25 то 80 грамм 85 грамм селедочки это 20 грамм белка не насыщены жирные кислоты полезно полезно омега-3 так вот мои хорошие омега-3 значит недельная норма омега-3 это всего лишь 200 грамм селедки это бюджетно в неделю съедать 200 грамм селедки недельная норма омега-3 какая польза да мои хорошие это очень бюджетно это лучший вариант чем аптечная если сравнивать селедочка жирная хорошая вкусно норвежская и омега-3 аптечный вариант конечно лучше селедку съесть сто процентов да значит красный перчик пользы сколько в нем люди это же витамин c лидер рекордсмен по витамину c точно рекордсмен по витамину c значит 100 грамм перца сладкого это 3 суточные нормы витамина c представляете 3 суточные нормы я съедаю сейчас здесь 100 грамм здесь два маленьких кругленьких перчика у меня гагашары называется не колобок а гагашары это 100 грамм будет будет 100 грамм то есть я съедаю 3 суточные нормы перца я так про между прочим аскорбиновая кислота да кто-то скажет в аптеке вам прописал доктор аскорбиновую кислоту это не витамин c в аскорбиновой кислоте только одна шестая витамина c витамин c это продукты это продукты как белок это продукты точно так и витамин c это продукты лидер по витамину c это что красный перчик капуста любого вида до любого любая капусточка витамин c киеви это лидер по витамину c а лимон у нас лимончик до всеми любимый лимон нужно съесть витамин c на последней позиции на самой низкой позиции по витамину c значит сейчас все едим перчик сладкий лидер по витамину c 100 грамм перца это три суточные нормы витамина c так об этом я рассказала да ой как же вкусно как полезно правда и будет очень сытно простая еда люди простая еда как оформлена целая куча кабачка да он не жарился он схватился у меня даже альденте это не клетчатка понятное дело кабачок это влага это водичка это питье но какая водичка здесь хорошие минералы да вы только посмотрите какое замечательное насыщение самое главное большие объемные порции не три кусочка кабачка я на диете вы не наедаетесь вы должны смотреть и у вас не должно быть в этот момент нервов не делайте мне нервы а что мне здесь кушать а метаболическая тарелка это да горсть жменька 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 да нет объемные порции должны быть но объемные порции овощей смотрите оформляйте как хотите мои хорошие ну кто-то может использовать хлебец там какой-то хлеб да но но не каждый день кто хочет худеть вот это вот не каждый день хотя бы раз три дня что я и делаю не каждый день но я уже отвыкла даже не тянет даже и не тянет бывает бывает такое желание но не часто но все мои хорошие на я вам рассказала показала напомнила так что наше похудение это просто царские тарелки вот это метаболические тарелочки наши правда о едим по-царски да еще и стройнеем у нас очень разумное похудение кто со мной всем приятного аппетита начало четвертого в это время я всегда пью кофе заварила кофе в кофе-машине ну вот так не захотелось сейчас и сделать себе шоколад у меня нет шоколада взяла какао взяла кусочек сливочного масла на мне домашние взяла немножко молока один пакетик ванильного сахара и кокосовая стружка получилось очень сладко очень вкусно ну понятное дело это не на один раз не на два не на три не на четыре вот этот шоколад вкусно очень здравый гиблы всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать немножко с вами пообщаемся у нас еще рано люди ну будем считать 6 45 6 50 6 50 еще рано я уже в спорте одета полностью футболочка шортики и у меня на коленик на коленик обязательно на коленичек сейчас пару слов о наколеннике я иногда могу забыть на коленик одеть очень редко это бывает я тогда выхожу как и понимаю что я без наколенника я чувствую какой-то дискомфорт в колене где-то вот так я иду быстро такой наверно коленик не дело точно поэтому фиксация идет коленка и легче намного у кого-то если есть проблема с коленом купите хорошие наколенники хорошие это как хорошие у меня плотные наколенники я стою в стиральной машинке постоянно стороне astonishing не иногда постоянно постоянно стирая он даже на миллиметры у меня не потянулся на коленик покупается не просто дате не на коленик нет на коленик нужно мерить на коленик покупается какие туфли с примеркой вы даже знать вам лкбк и В каком наколенечке вам комфортнее? Элка меня жмет. Икс Элка большой на меня наколенек. Элочка померила нормально. Покупала, кстати, в специальной аптеке. В специальной. Я заказывала там себе стельки у ортопедов. Мои стельки тогда стоили 70 долларов. Это еще до модной болезни даже. То есть наколенек у меня тоже хороший. Отличный просто. Вообще не тянется так. Не растягивается. Хорошо фиксирует колено. Все, рассказала о коленке. Мои хорошие. Значит, я показала вам уже свою еду. Показала. Вчера даже у меня было такое короткое видео. Шорсть. Форшмак. Я напомнила. Готовим форшмак. Это хорошая еда. Прекрасная еда. Хлебцы и хлеб. Мы выпекаем с вами. У нас это все есть. Мы сами готовим. Мы никому не доверяем. Ну, в принципе, можно купить иногда и магазины хлебцы. У нас хорошие хлебцы. Тоже неплохие. Но свои это свои. Правда? Я вам показала. Значит, что хочу отметить. Я не каждый день ем, допустим, хлеб. Я могу форшмак есть два дня подряд. Ну, пока весь не надоел мне, да? Но если вчера я сделала себе намазку, накладку, на хлебец, на хлеб, то сегодня у меня хлеба хлебца не будет. Не будет. Вообще. Вообще. А как ты, Таня, будешь есть, да? Ну, вот я вам показала. Вы находите альтернативу на огурчик, перчик. Я вам все показала, да? Тот-то возьмет лодочку, яйцо, положит яйцо себе. Тоже форшмак. Тоже классно. Тоже вкусно. Тоже нормально будет. От желтка половиночки там вы не умрете никто. Лицетин, люди, вы что? Лицетин. Это текучесть нашей желчи. Обязательно желточки. Котика мне не выбрасываем. Нет. Я так напоминаю вам, мои хорошие. Да? Так, все. Не возвращаемся к еде больше. Ну, к показанной, да? Я вам все рассказала. Значит, о чем я хотела сегодня так немножко поведать? Значит, стараюсь находить информацию интересную, которая развивает меня. Я с вами и поделюсь, и я прошу вас, внимательно слушайте. У меня всегда информация, которая действительно поможет вам. Ну, действительно поможет. Самое главное уметь услышать, потому что бывает. Сюда улетела, сюда улетела. Та! Начинает там рассказывать что-то. Вот она рассказывает. Какие-то органические вещества, какие-то неорганические вещества. Мне надо тарелку посмотреть. Вот я смотрю блогера, я понимаю, она считает калории, показывает там овсяно-блины свои. А это неинтересно рассказывает, да? Мои хорошие, запоминайте. Похудение – это обучение. Похудение – это обучение. Должны быть знания, правда? Обучаться надо всему. Хотите быть летчиком? Изучайте. Самолеты? Изучайте. Хотите быть полиглотом? Изучайте языки. Тогда будете общаться со всеми людьми, да? Знать языки – это же как классно. Чувствуй себя человеком, да? Неважно, в какой ты стране, ты знаешь, есть какой-то общий язык, правда? Ну, то есть, похудение – это не только мотивация. Вот как себя замотивировать? Если не будете обучать себя, не будете заниматься изучением, похудение будет просто на ноль. Будете на кого-то вестись, и может даже ничего не получаться. Поэтому я советую, не записывайтесь ни на какие платные марафоны. Обучайте сами себя. Мы индивидуальны. У нас у каждого биохимия разная. Вы можете взять какую-то информацию от меня. О, молодец, она натолкнула, нужно вот это просмотреть мне. Но конкретно, конкретно – нет. Вот. Ну, смотрите сами. Вы должны чувствовать, это ваше или это не ваше. Так, дальше. Значит, я хочу сегодня о похудении. Что нужно знать конкретно по питанию? Вот мы с вами худеем. Что нам нужно знать по питанию? Значит, у меня есть два правила моего похудения. Вот, лично моего. Все знают. У меня минимизация углеводов. Я их не исключила, я их минимизировала. Гавнопродукты я убрала вообще. Гавнопродукты – это зефир, мармелад, разные булочки, печеньки вкусные, ушки печеньки. Хрустящие, классные. Я как иду, так у меня. Да, мои печеньки, ушки, да. Вафлер-тек, да. Иди отсюда. Вот со мной только так и нужно. Кстати, мне на днях написали. Я вас все-таки дослушала. Информация интересная. Ну, ваш тон такой, тон. Идите другим этим, блогерам. Там, знаете, какие есть? Стройняшки, милашки. Вы сорвались, а съели 15 конфет, не страшно. Бывает, ничего, становитесь опять. В похудение захотите, нормально. Мы с вами сейчас будем готовить классную еду. Смотрите, как я буду делать омлет. Вот так делаю. Еще я делаю овся на блин вот такой. Положу веточку петрушки, украшу. Можно кусочек сыра положить. Слушайте вот таких. А меня такие не будут мотивировать. Мне нужны такие дядечки, допустим, как Бугновский. Вот я послушаю вот этого дядечку. Да, быстро. Иди заниматься. Раскоровела. О! Точно, это я сама себе. Иди быстро. Вот. Ну, короче, короче, да. Так вот, написали, мне кажется, вчера или позавчера. Ну, я так сразу и предложила. Идите к шептунам. Ш-ш-ш-ш. Таких валов. Валов, да? Так. Значит, дальше, 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 дальше. Значит, мы с вами о питании вообще можем говорить бесконечно. Я вот лично могу бесконечно. Это моя тема. Я могу с утра до вечера, с вечера до утра, целую ночь. Мы должны с вами находить информацию, чтобы развиваться, да. Мы должны понимать, это правильная информация или это неправильная информация. Тебе, Таня, подходит информация, а мне не подходит, да. Это не мое питание, да. У кого-то, допустим, сахар повышается. Я не могу это есть, допустим. У меня повышается сахар от фруктов, от того, от того. Ну, у каждого все очень индивидуально, да. Очень индивидуально. Поэтому каждый человек должен обращать внимание на свою биохимию. На себя лично. Значит, как мы с вами должны питаться, чтобы не набирать вес? Ох, интересный вопрос, да. Как мы должны питаться, чтобы не набирать вес? Сейчас окунемся немножко в науку. Ну так, поверхность-то. Плавать будем, плавать по науке. Я не окунаюсь в науку полностью, да. Плаваем, плаваем так, да. Кто как? Кто по собачьи, кто брасом, да. Значит так. Мы должны понимать, что существуют органические и неорганические вещества. Энергию мы с вами должны получать. И вообще получаем только с органических веществ. Органические вещества, что это? Таня, а что это, да? Органические вещества. Это диетологическая тренога. Это белки, жиры, углеводы. Мы с вами должны знать, что мы будем с вами есть, да, кушать. Что мы будем кушать с утра, да. Говорит кто-то, у меня белок, у меня яйца утром, у меня творог, у меня сыр, у меня бутики малыши. А днем что ты будешь кушать? Я буду кушать салат, у меня большая пиалка, большая чашка, большая салатница, салата, у меня будет мясо, у меня будет тушеная рыбка с овощами еще. Человек должен знать, что мы едим. Если мы посмотрим, да, везде пишут. Б, Ж, У. То есть есть физиология. Не Ж, Б, У, как многие перешли на Ж. Жиры, белки и углеводы, там почти убрали. Есть физиология. Б, Ж, У. Все расставлено по главности. Все расставлено по необходимости в организме. Б, белки, жиры, углеводы. Только так. Все должно быть. Не только писаться, но и придерживаться этого нужно. Не углеводы на первом месте и не жиры на первом месте, а только белки. Заходим даже в химию. В химию, да? Ну так, поверхностно заходим. В составе белков, жиров, углеводов есть. Внимательно слушайте, это очень познавательно, очень нам нужно. Есть водород, есть кислород, есть углерод. В своей молекуле белок, жир, углевод имеют водород, кислород, углерод. Жир и углевод отличаются чем-то? Нет, не отличаются. Вот такие моменты. Водород, углерод, кислород есть и в жире, есть и в углеводе. Но только, знаете, как шарики, допустим, да? Расставлены по-разному эти моменты могут быть. Возьмем белки. А белки будут отличаться, допустим, от жира и углевода? Да, будут. В белках находится четвертый момент, которого нету в жире и в углеводах. В белках находится азот. Азот есть только в молекулах белка. И он очень нужен для нашего организма. А теперь возвращаемся как бы назад. Внимательно слушаем. Жиры, углеводы, белки. Внимательно. Это развитие наше. Жиры, углеводы, белки имеют три атома. Жиры могут превращаться в углеводы? Легко. Жиры могут превращаться в углеводы? Легко. Жиры и углеводы состоят из одинаковых моментов. Водород, кислород, углерод. Только по-разному расставлены вот эти моменты, вот эти шарики. Кто-то говорит. Я не могу похудеть. Я набираю вес. Я же не ем углеводы вообще. Я не ем углеводы вообще. А жиры легко превращаются в углеводы. А кто-то говорит. Я толстею. Я жиры не ем. У меня косточки болят, суставы болят, коленки болят. Месячные пропали. Жиры люди не употребляют. Это страшное, страшное нарушение. Нужно обязательно употреблять то, из чего состоит белок, жир, углевод. БЖУ. Это физиология. Что получается? Углеводы могут превращаться в жир? Углеводы могут превращаться в жир? Конечно могут. Потому что они имеют одинаковые три атома. Одинаковые. Жир, углевод. Водород, кислород, углерод. А теперь внимание. Белок имеет водород, углерод, кислород. Но белок имеет еще четвертый момент. Четвертый. Белок мы с вами не построим. Если не будет азота. Четвертый момент в белке – это азот. Поэтому белок может превратиться в жир. Может? Может. Белок может превратиться в углевод. Может? Может. А теперь делаем вывод. Ни жир, ни углевод никогда не превратиться в белок. Ни жир, ни углевод никогда не превратиться в белок. Потому что у жира, потому что у углевода нету четвертого составляющего. Нету азота. Вопрос. Вопрос. Думаем. Что самое страшное для нашего организма? Думаем все. Что самое страшное для нашего организма? Думаем. Я молчу. Минута молчания. Думаем. Придумали? Самое страшное – это, правильно, дефицит белка. Жиры превращаются в углеводы. Превращаются? Превращаются. Белки тоже превращаются в углеводы. Запросто. Запросто. У нас такой есть процесс. Глюконеогенез. Глюкозу мы возьмем из чего хотите в организме. Синтезируется глюкоза печенью, из жиров, из белков. Но никто никогда не превратится в белок. Никто и никогда не превратится в белок. Если не будет у нас фундамента, а фундамент – это белок, то есть дом не построится. Если слабый фундамент, дом упадет. Сначала будет трещина, потом дом ляпнется, упадет. Фундамент – это белки. И белок выполняет несколько функций. Значит, белок – это же не только стройка наших мышц. Для чего тебе белок? Мышцы строить. У белка 9 функций. 9 или 8 функций. Значит, одна из этих функций, допустим, транспортная функция. Транспортная. Ничего не будет переноситься. Самое простое, элементарное. Вы принимаете таблетку. Любую таблетку, да? Она у вас не работает. Вы думаете, что это фальсификат. Да ты что, мне надо поменять. Не подходят мне эти таблетки. У вас нету транспорта. Транспортеры – это белки. Животные белки. Это не чечевица и не фасольная квасолька. И не грибы. Ну, грибы – это клетчатка. Это даже не белок, да? Поэтому должен быть транспорт. Животный белок. Потому что ничего не будет переноситься. Ничего не будет усваиваться. Никакие витамины, ничего не будет усваиваться. Потом, белок – это еще ферменты. Ферментативная функция. Из чего строятся ферменты поджелудочной железы? Амилаза, липаза, протеаза. Из чего? Из животного белка. Вы идете к гастроэнтерологу. Вам катают. Вам нужно принимать крион, пангром. Вам нужно принимать мотилиум, фистал. Да? Вам прописывают искусственные ферменты. Вас никто не спрашивает. Как вы питаетесь? Почему вы не питаетесь с животным белком? У вас не хватает, возможно, ферментов. Нужно питание пересмотреть. Никто не будет пересматривать. Вам сразу катают искусственные препараты. Нехватка ферментов – это нарушение пищеварительной системы. Нету пищеварительных ножеков, ножеков. И прописывают синтетику, да? Поэтому белок – это ферментативная функция. Это очень-очень важно для нас. Если не будет хватать белка – это нарушение всех. Всех органов, всех систем. Люди недоедают сейчас тотально белка. Берем Турцию. Там страшно дорогое мясо. И вот мои родственники рассказывали. Вот есть села в Турции, что же? Там есть горы, там есть села. И там дети больные. Не доедают белка. Да, в Турции очень дорогое мясо. Я не буду называть сумму денег. Не надо писать, там другая страна, у них зарплаты больше. Там не доедают животного белка. Очень дорогое мясо. Или какая-то война где-то. У людей нет денег. Люди не едят мясо. А у нас каши, булки, чипсы. Ну только не мясо. Сосиска. Одни нитраты сосиска, кстати. А то переживает все за овощи и нитраты. Чтобы, так про между прочим, сосиска, колбаска стала розовая, должны положить туда нитраты. Потому что будет серого цвета все. Представляете, сколько там нитратов? И кто живет в системе на колбаске, на сосиске, это онкозаболевание. Нитраты. Я так, про между прочим. Во, вспоминаю. Село. Значит, фазенда моя. Мы с тетей Леной. А тетя Леночка, ее уже нету. Она педиатр со стажем. Тогда тетя Лене было 70 лет. Она привела своего внука на стовочек. А я Катю привела купаться. И вот сельские дети в трусиках. И тетя Леночка мне говорит. Таня, посмотри, массовый рахит. Массовый рахит. Ножки худенькие, ручки худенькие, а животы большие. Дети не доедают какого-то компонента. Конкретно белка животного. Да. Да. Белка животного. И это замечено было. Сельские дети. Да, там же тоже участки есть. Не все ж такие села с иномарками. Вот как у нас под Киевом. А это 100 километров от Киева. Заедьте туда. Вот. Даже в то время. Что ели? Ну, такое там. Корова не у каждого. Свиня, порося колыся на кожан день. Да. На новый вид. На Пасху. Ну, короче, люди. Белок это питание. Это питание. Жир, углевод не превратится в белок. Нет. Белок мы можем с вами взять только из еды. Только из еды. Не нужно идти на поводу разным диеткам. Я сейчас на монодиете. Я живу неделю на гречке. Помните, такие диеты были? Неделю на гречке. Люди. Это ж прописывали такие диетки. Диетологи. У нас водолечебницы. Метродарница. У меня соседка Лена ходила. Ей диетолог прописала. Представляете, убивают просто человека. Монодиету. Неделя гречка. Литр вареной гречки в день. Это водолечебницы прописывали. Или какие-то там диетки. Кето питание. Это вообще медицинская диета. Страшная диета. Она должна проводиться под контролем в госпитале, а не жить на кето питании. Где большая часть это жиры. Нельзя этим заниматься. Бегать по диеткам. Ни в коем случае. Жизнь это способ существования конкретно белковых тел. Не углеводных тел. Каша и донаша. И не жировых тел. Кето питание. Жизнь это существование конкретно белковых тел. Белок это не только 9 функций. Ну это 8-9 функций. Точно не помню сколько. Белок это наш иммунитет. Это наше здоровье. Это наша сила. Это наш резерв. Белок это полностью стройка костно-суставной системы. Белок это стройка наших тканей. Белок это обмен веществ. И белок это мышцы. Мышцы это не значит кубики. Мышцы это просто наша жизнь. У человека с каждым годом после 35 лет уходит 1% мышечной системы. Нас покидают мышцы. Хотим мы этого, не хотим. Всех покидают мышцы. Нужно развивать. Можно работать. Нужно бороться за свою жизнь. К 80 годам от былой мускулатуры остается только 50%. И только уходят мышцы, все. Прилетает смертность по всем причинам. Смертность по всем причинам это когда уходит мышечная система. Поэтому обязательно должно быть качественное питание. И с возрастом нужно обязательно есть. Не каши жидкие, а белок, качественный белок. Должны быть мышцы. Мышечная система это наша жизнь. Двигаться и мышцы должны быть. И активность должна быть. Понятно? Ну понятно, если будете жить на травке-муравке. Я же говорю, я не потяну на травке-муравке. Форшмак приготовила, приготовила. Это белковые тела. Белок. Это белок рыбы. Это белок яйца. Вы посмотрите на комбинацию вот этого блюда. Форшмак. Насыщенные жиры. Ну то есть люди, мы с вами на правильном пути. У нас адекватное питание. И у нас с вами обучение. Похудение, мои хорошие, это не только мотивация, да. Похудение это обучение. Ну интересная же информация, правда? Интересно. Все, теперь каждый задумываться будет, чем он питается, правда? Белок обязательно должен быть. Белок. Мы состоим из белка. Все, мои хорошие. Я желаю всем-всем разумного похудения. Благодарна за просмотр моего видео. Благодарна всем за общение, за комментарии. Конечно, большое спасибо всем за лайки. Худеть не сложно. Это интереснейший процесс. Вы должны влюбиться в процесс похудения и удержания веса. Всем до встречи. Дальше будет. Спасибо.